Беларусь. Беларусь в тревоге нашей. Кто знает страну лучше, чем писатель? Саша Филипенко. Очень много регалий, поэтому с телефона. Белорусский прозаик, лауреат премии. Русской премии, премии Снобай, очень много еще премий. Автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы», «Возвращение во строк». Романы Саши Филипенко переведены на французский, немецкий, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский, хорватский, голландский, испанский, японский языки. Саша, а японцам важно то, что происходит в Беларуси? В Японии переведен «Красный крест», поэтому я думаю, что им, наверное, интересна история. Бывший сын не переведен в Японии пока. Я думаю, что-то, может быть, будет позже. Поэтому за японцев мне сложно ответить, нужно у них спросить. Роман «Красный крест» еще переведен в Германии, и это было в этом году. И вот, собственно, за неполные полгода роман стал одним из бестселлеров на немецком языке, с переведенной прозой. Поэтому мы разговариваем, пожалуй, уже со знаменитым писателем. Саша, роман «Бывший сын». Мне очень нравится одна рецензия. «Бывший сын», это ваш первый роман, 14-й год, «Химически чистый продукт». И молоко не обсохло, и сразу роман, и сразу о главном. И никакой политкорректности. И получилось. Никакой политкорректности про Беларусь. А вы, собственно, после такого неполиткорректного романа, в котором, в общем, страна погружается в Куму, вы спокойно въезжаете, выезжаете в Беларусь, участвуете там в какой-то жизни общественной? Да, я постоянно бываю в Минске. У меня нет ощущения, что я уехал из Минска. Я просто там сейчас бываю долго в командировках по несколько месяцев. Но я четыре раза в год в Минске и провожу несколько месяцев. Нет, все в порядке. Единственное, мне вот на последней встрече читатели рассказывали, что книгу «Бывший сын». Во-первых, в некоторых магазинах вы ее не всегда можете купить. Филипенко есть в магазине, но его нет на полках. Вы должны прийти и спросить, есть ли Филипенко. И вам говорят, да, есть его. Еще мне сотрудница Национальной библиотеки Республики Беларусь сказала, что им настоятельно рекомендовали не пополнять фонды Национальной библиотеки книгой «Бывший сын». Мне кажется, что это признание, о котором могут мечтать многие писатели. Безусловно, когда я читала плохие отзывы о вашем романе, то, собственно, очень популярный был парафраз «За что вы так ненавидите свою родину?» Ну, мы знаем, что многих хороших писателей спрашивают именно об этом, упрекают именно в этом. За что вы так ненавидите Россию и пьете ли вы коньяк по утрам? Тем не менее, «Бывший сын» – это, на мой взгляд, роман, пропитанный, в общем, горечью, но и, возможно, бессильной злобой, на то, что невозможно ничего изменить, ничего невозможно, страна в коме. Но сейчас, мне кажется, Беларусь проснулась или просыпается? Сейчас совершенно точно Беларусь проснулась. Я этому очень рад, когда я уезжал из страны в 2003 году, потому что я учился в Европейском гуманитарном университете, который, к сожалению, был закрыт в Беларуси по политическим причинам. Мне кажется, это судьба вообще всех европейских гуманитарных университетов, что в Беларуси, что в России, к сожалению. Во-первых, мне был 21 год, и я был жутко раздосадован тем, что страна закрывает университет, в котором я учусь, и мне не хотелось больше находиться. Это было такое довольно истеричное решение, когда я уезжал из страны. А спустя какое-то время мне захотелось разобраться, почему я, почему миллионы других беларусов уезжают, почему мы становимся бывшими детьми своей собственной страны. И мне показалось, что это метафора комы, в которую попадает главный герой, и в которую он много лет находится. А мы знаем, что люди, которые выходят из комы, им очень сложно адаптироваться к реальности, потому что многое изменилось. И мне как раз хотелось показать, что главный герой очень легко выходит из комы и отлично адаптируется в беларусских реалиях, потому что за 10 лет, которые он в ней провел, ничего ровным счетом не изменилось. И это ощущение не покидало меня, и это ощущение не покидало моих друзей, которые остались в Минске. И более того, со мной случилась такая, знаете, трансформация, когда я стал меньше времени проводить в Минске и больше путешествовать, я возвращался и говорил, как здорово, смотрите, Минск меняется, там такой новый Берлин, в последнее время было ощущение, что в Беларуси некоторая оттепель наступила, да, мы видим, как быстро она сейчас закончилась, и мне мои друзья говорили, что нет, это у тебя оптика меняется, не нужно заблуждаться по поводу того, что здесь наступила какая-то оттепель, особенно после Крыма было такое ощущение. В этом смысле, да, мне хотелось разобраться, обвинение по поводу того, что ты не любишь свою страну, мне кажется, каждый раз слышат все, кто пытается просто запечатлеть то, что в ней происходит, да, это же просто факты, и более того, еще второе главное обвинение, так не бывает, такого не происходит, я слышал в течение шести лет, что такого не происходит, и не могло происходить, и ровно сейчас, в эти дни мы видим, что это происходит опять, да, когда люди в штатском вырывают людей на улице, когда вас могут зарестовать за аплодисменты, когда продолжается весь этот абсолютный сюрреализм с пропагандой на госканалах, когда люди, ну просто, я даже не понимаю иногда, когда ты слышишь этих людей, как они это артикулируют, мне очень сложно понять, как вот можно проговаривать все, что говорят люди на... В советской Беларуси прекрасная газета есть, в которой в колонке на первой полосе объяснили, там, после моего какого-то интервью, что я неправильный писатель, что неправильно все понимаю, в общем, что-то добавить, критикам в интернете всегда виднее. Ваш проект, чтение романа «Бывший сын», в котором принимают участие российские звезды и лидеры общественного мнения, и Андрей Макаревич, Максим Суханов, ну все-все-все журналисты, писатели, музыканты читают отрывки из романа «Бывший сын». Это зачем? Вы поддерживаете кого? Что это за акция? Да, мы придумали такие солидарные чтения, когда вдруг стало очевидно, чего-то мы вдруг заговорили про книжку, сидели, и как-то стало понятно, что она опять очень... Или не опять, постоянно, но как-то был такой всплеск, мы поняли, что она опять очень резонирует со всем, что происходит в Беларуси, и подумали, сейчас было столько карантинных чтений, да, и как-то мы все привыкли к этой культуре чтений, что, может быть, нужно почитать. Я, честно говоря, не очень даже верил в эту идею, что столько прекрасных людей согласится сразу, откликнется на эти чтения и скажет «Да, класс». Прочитаю отрывок из романа Саши Филипенко «Бывший сын». Ну, приди же, любимый, приди. Францис, все слышит. Дай Боже! Это, безусловно, солидарное чтение, потому что хочется поддержать ровно... Я помню свои ощущения, когда я был в Минске, я помню свои ощущения, когда в 2010 году мы выходили на площадь, когда это было в 2010 году, и тут важно понимать, что, знаете, сейчас вот все, Александр Григорьевич Лукашенко говорит, что вот мы не допустим Майдана, мы не допустим революции, а никто из белорусов, который выходит сейчас на улицу или выходил тогда и не хочет никакой революции, нет никакой революции, люди выходят, потому что очень часто просто невозможно жить в этом абсурде, и тебе хочется выйти на улицу, чтобы увидеть, что вот все, что тебе рассказывают по телевизору, и вот этот большой брат, который на тебя постоянно давит, это неправда, что то, что ты думаешь, во-первых, ты имеешь право так думать, ты имеешь право думать, что можно за 25 лет выбрать какого-нибудь нового президента, ты имеешь право думать, что в стране могут быть свободы, свободные СМИ, что эта страна может быть частью Европы, и тебе просто хочется быть солидарным с этими людьми, тебе хочется, чтобы тебя поддержали, и в этом смысле мы подумали, что очень важно белорусам просто чувствовать, что да, то, что вы испытываете, те эмоции, когда вы выходите на улицу, когда вы думаете, что вы можете свободно гулять по своему городу, и вас за это не должны нести люди в штатском, это нормально, это хорошо, и то, что вы видите, замечают и другие люди, и это описано в книге, и это, к сожалению, плохо, поэтому не знаю, какая-то идея, которая витала в воздухе, и всем показалось, что будет правильно, если мы почитаем опять книгу, и может быть, кто-то задумается из людей, которые совсем ничего не знают, что происходит в Беларуси, потому что сейчас у людей появляется интерес, они говорят, расскажите нам, а что там на самом деле происходит? Я не претендую на то, чтобы описать, что на самом деле происходит, но я предлагаю свой взгляд, я рассказываю свою историю, свои переживания. А кого еще почитать про Беларусь? Кто сейчас лидер общественного мнения Беларуси? Ой, мне кажется, что сейчас лидерами общественного мнения становятся... Ну, во-первых, все белорусы становятся лидерами общественного мнения, потому что каждый человек, который дал просто интервью, может стать лидером общественного мнения. Во-вторых, мне кажется, что в этом смысле всегда было хорошо с белорусской музыкой, вы можете послушать Ливона Вольского, который тоже будет принимать участие в чтениях, вы можете послушать Сергея Михалка, который много в своих песнях сказал и цитировал белорусских поэтов, которые по-прежнему актуальны. Не быть скотом. Не быть скотом, он по-прежнему в Беларуси актуален. Вот он, на пыль, скотом! Вы можете посмотреть спектакль прекрасного белорусского театра, свободного театра, который тоже описывает то, что происходит в Беларуси. Нужно понимать, что мы находимся в стране, где на спектакль приезжает милиция и переписывает паспортные данные у людей, которые играют в закрытом особняке, потому что им не дают сцены в центре города. Это театр, который выступает на главных сценах в Лондоне, в Париже и везде не может выступать в своем родном городе. И это такие вещи, многие из таких вещей описаны в книге. И мне кажется, что просто всем хочется, чтобы уже прекратилась эта ерунда. Лично у меня эстетические расхождения, знаете, как в советские времена говорили, с этой властью. Мне эстетически очень много не нравится. Мне не нравится то, что мы в 2020 году пытаемся построить Кубу в центре Европы. И самое главное, непонятно зачем мы ее пытаемся там построить. Ну, мне даже кажется, что и не Кубу, потому что я не слышала от Фиделя подобных высказываний, как Лукашенко говорит, например, о женщинах. Что у нас Конституция написана для мужчин, на женщины. Даже Фидель такого себе не позволял все-таки как-то. Окей, писатель – это пророк. Мы все знаем, что писатель предсказывает, а потом вдруг все случается. Саша, рассказывайте, что будет дальше с Белоруссией. Ох, слушайте, я-то как раз никогда не хотел быть пророком. Нет, я часто спорю со своими писателями и коллегами по тому, что многие хотят быть, особенно в России, русские писатели многие, они хотят быть властителями Дум, хотят руководить массой. А нас так в школе учили. Да, ну вот, наверное. Инженеры человеческих душ и властители Дум. И еще там пророки, пожалуйста. Сделайте как в школе. А я ровным счетом наоборот. Мне всегда хотелось фиксировать время, мне хотелось делать фотографию эпохи, мне хотелось сделать снимок, а дальше я считаю, что каждый сам должен сделать вывод, окей, хорошо, мы хотим в этом жить дальше, или мы не хотим в этом жить дальше. Сейчас есть ощущение того, что в Белоруссии, ну что вроде как должно что-то кардинальным образом поменяться. Но такое ощущение бывает перед всеми выборами в Беларуси. Такое ощущение было и в 2010 году, может быть, не такое яркое, как сейчас. Поэтому мне очень сложно предположить. Мне кажется, что нас ждет еще очень много каких-то совершенно удивительных, неожиданных потрясений, которые мы сейчас даже не можем представить. И как-то будет, вот по моим ощущениям, все произойдет ровно не так, как сейчас предсказывают все. Как, собственно, всегда в жизни и происходит, когда что-то меняется. Слушай, я очень рад тому, что сейчас в Беларуси объединяются, у нас есть много женщин прекрасных, которые становятся лидерами протеста, да, несогласия. И это очень здорово. Ну и вообще мне нравится, что как-то все у нас очень человечно происходит. А вы же будете голосовать на выборах? Да, я буду голосовать, к сожалению, я буду голосовать против всех. Потому что меня не убедили все кандидаты. Меня только один кандидат убедил на 100%. Меня убедил Александр Григорьевич Лукашенко за все эти 25 лет, что он на власти, что ему не нужно в шестой раз идти на выборы. Я разговариваю со своими белорусскими друзьями, с людьми, у которых есть белорусские паспорта, гражданство. Кого-то убедил один кандидат, кого-то убедил другой кандидат. Совершенно точно. Вот мы все уверены в том, что Александр Григорьевич Лукашенко за 25 лет нас убедил во всем, в чем мог нас убедить. И мы хотим попробовать выбрать другого кандидата. Я из тех кандидатов, которые сейчас остались, не определился. Может быть, мое мнение еще изменится до 9 августа. Но пока я склоняюсь к тому, что я бы не хотел видеть никого из этих людей президента. Но это мое личное мнение. Я вижу людей, своих друзей, которые определились, которые хотят видеть или Бабарику, или Тихановского, или Цепкала. Бабарика или Цепкала не допущены до выборов. Да, не отменять того, что люди хотят видеть их президентом. Они не допущены, но сейчас мы видим, что штабы объединились. И я бы хотел, чтобы у моих друзей был этот выбор и была эта возможность. Мое личное дело, нравится мне кто-то или не нравится, и я считаю, что возможно проголосовать против. Но вот повторюсь, что я убедился. Пока меня убедил только один кандидат из всех, кто есть. А в Кома можно войти дважды? История Беларуси показывает, что в нее и пять раз можно войти. После каждых выборов можно входить в эту Кому. И продолжительность очень не хочется просто. Мне кажется, что нет, что мы уже в эту какую-то политическую Кому не войдем. Мне кажется, что белорусы как-то громко о себе заявили. И знаете, самое обидное всегда... Я слышу от своих друзей в России, которые говорят, ну, у вас же так чисто, и у вас же так все там хорошо, и такой порядок. И почему-то все эти заслуги присваиваются одному человеку. Не как будто мы это все можем сделать. Как будто если не будет вдруг Александр Игоревич Лукашенко, у нас вдруг станет грязно, плохо. Мы разучимся убирать свои улицы, строить прекрасные рестораны, музеи современного искусства, галереи, писать книги, снимать фильмы. И такое ощущение, что только благодаря Александру Григорьевичу. Наоборот, мне кажется, он может пойти на пенсию и посмотреть, как здорово мы справляемся дальше, мы подросли, мы можем и дальше жить прекрасным народом. Диктатор не может уйти на пенсию? Или может? Почему бы и нет? Вот у нас будет пример. Почему бы и нет? Мне кажется, в этом смысле я очень рад, что у нас нету в стране таких... Ну, очевидно, у кого-то они есть. Желание люстрации сильных. И кто-то хочет судов. Но, как мне кажется, я не могу говорить от всего общества, но мне кажется, что из моих друзей есть ощущение, что все хотят просто, чтобы Александр Григорьевич ушел на пенсию. Он любит собирать со своим маленьким шпицем арбузы. Ну и классно, если вернайте, пожалуйста. У вас есть наверняка много резиденций, где этим можно заниматься. И мне кажется, что, наоборот, это будет здоровский пример того, что президент ушел на пенсию после пяти сроков и сказал, хорошо, давайте посмотрим, что вы сделаете. А вдруг, может быть, мы все за пять лет поймем, что мы не справляемся и попросим через пять лет Александра Григорьевича Лукашенко вернуться, а у него сейчас будет время отдохнуть. Хорошо. Коля еще не подрос. Коля Лукашенко, как я понимаю, для... Лукашенко, по крайней мере, идеальный новый президент Беларуси. Ну а все-таки какой он тот самый кандидат, за которым вы бы проголосовали? Вот он какой? Может быть, женщина, может быть, иммигрант. Он какой? Высокий, умный. Да нет. Вы знаете, это просто вопрос того, что я, может быть, слишком предвзят. Просто я смотрел интервью всех кандидатов, и, конечно, смотрел интервью Бабарик, и каких-то было несколько пунктов, которые мне не понравилось, которые он... Ну, просто мне не понравилось, как он сформулировал. Я подумал, что если бы была какая-то прекрасная Беларусь будущего, как мы любим говорить, как любят говорить в России, то, наверное, я бы этому кандидату задал бы еще несколько вопросов. Почему, собственно, вы формулируете так, а не иначе? Какие-то вещи меня не убедили. Ну, и мне кажется, это и хорошо. Проблема в том, что у нас нет возможности сейчас в Беларуси вообще послушать кандидатов, потому что, как вы правильно сказали, некоторых сняли, а других мы не увидим на телеканалах. Или мы увидим по одной минуте, которая потом будет заглушена, не знаю, двухнедельными фильмами про то, как Александр Григорьевич Лукашенко спасает, как у нас трава зеленеет, надои молока увеличиваются, и так далее, и тому подобное. И мы строим новые стадионы, никому не нужные, футбольные, и тогда и ледовые дворцы. И в этом смысле, не знаю, мне хочется, чтобы он был новым, чтобы этот кандидат был свежим, чтобы он соответствовал, чтобы он постоянно мне рассказывал про войну, про линию Сталина, про то, что мы никому не отдадим страну, про то, чтобы он с уважением относился к собственному народу и не думал, что народ не справится. Вообще, что это за страна такая, если вдруг одного человека не стало, и 9 миллионов остальных граждан вдруг все сразу не знают, что это делать. Я вообще не очень понимаю, зачем нужен президент сейчас, в 2020 году. Мне кажется, есть много других институтов, которые могут прекрасно справляться со страной, и для этого не нужен один человек. Я так понимаю, что... Парламент? Вы за парламентскую республику? Да, но у нас, к сожалению, парламент тоже, знаете, такая довольно комичная вещь, но я никого не хочу обидеть. Наверное, кто-то там что-то принимает. Я так понимаю, что просто сейчас идет речь о том, что Александр Григорьевич Лукашенко постоянно заявляет, что, наверное, только я смогу договариваться с Москвой, а если меня не станет, то Москва сразу всех поглотит, присоединит и приобнимет. И в этом смысле мне тоже непонятно, почему нам не верят, почему не народ решает, а кто-то один человек решает. Он все время говорит, что я страну никому не отдам, как будто она ему принадлежит. Как будто не всем гражданам она принадлежит, только ему. И это не совсем понятно. А как уговорить Александра Григорьевича уйти на пенсию? Ох, не знаю. Не знаю. Мне кажется, что это сложно. Дело ведь в том, что у нас никогда не было возможности поговорить. Не в смысле у меня с ним не было возможности поговорить. Мне кажется, у нас у всех не было возможности поговорить с ним. И потом наверняка мы же не знаем, какую картину мира он получает. Ему постоянно подводят, я думаю, бабушек этих с синдромом Терешковой, которые просят все время останьтесь, побудьте еще, вы нам очень нужны. И, может быть, он действительно думает, что есть 76% белорусов, которые хотят. Не знаю, мне очень сложно сказать. Да, кроме него никто не примет это решение. И он, наверное, не примет это решение сам. Но это же Маркес, да? Это же «Осень патриарха». Это же настоящий Маркес, да? Да. «Осень патриарха» – прекрасная книга, зато хорошо, что мы о ней поговорили. Давайте поговорим о литературе. Моя любимая книга. Если бы я ехал на остров, я бы взял ее с собой. Спасибо, Саша. Спасибо вам большое. С нами был безродный космополит, бывший сын, писатель Саша Филипенко, которого я очень люблю. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Спасибо, всего хорошего.